Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Житие святого Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Святой Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, был родом из Константинополя и происходил от благородных и благочестивых родителей, которые старались научить его с юных лет как человеческой, так и в особенности божественной премудрости и всякой добродетели. В ранней юности он потерял отца. Мать же Григория позаботилась дать ему, равно как и всем его братьям и сестрам, разумное и доброе воспитание в духе закона Господня и Божественного Писания. Она устроила жизнь их среди мудрых учителей, дабы сын ее научился от них премудрости. Он же, отличаясь природными умственными дарованиями и прилежанием, в короткое время преуспел в изучении философских и других известных тогда наук. Но не доверяя собственной своей памяти, он положил за правило перед каждым уроком класть по три земных молитвенных поклона перед иконой Пресвятой Богородицы. И Пречистое споспешествовал благочестивому отроку, быстрые успехи которого обращали на себя всеобщее внимание. Сам царь принимал живое участие в святом Григории и отечески заботился о его воспитании. Между тем Григорий с ранних лет уже возненавидел все земное, как сон обольстительный, и, исполненный пламенной любви к Богу, презрел все временные блага, стремясь всей душой прилепиться к единому Богу, источнику всякой премудрости и подателю всякой благодати, и оставить мир и суетную славу его. Побуждаемый семи чувствами, он искал сближение и встреч с иноками Святой Горы Афонской, просил у них советов и руководства, и узнавал от них образ и правила иноческой и подвиженческой жизни, испытывая свои силы, может ли он быть действительным иноком. Дорогие свои одежды Григорий заменил худым рубищем и начал мало-помалу изменять свои прежние привычки и образ внешнего поведения, оставив все условия светских приличий, что обратило на него общее внимание придворных, и многие признали его даже сумасшедшим. Так протекло несколько лет, и ни убеждения царя, ни уговоры друзей его, ни насмешки окружающих не могли остановить Григория на избранном им пути. С успехом прошедший такой искус, Григорий на двадцатом году от рождения окончательно решил принять иноческий сан и удалиться в пустыню, о чем и возвестил своей боголюбивой матери. В начале она была несколько опечалена этим, но потом согласилась с его намерением, радуясь о Господе и даже с помощью Божьей уговорила и остальных детей своих принять иночество, дабы она могла сказать вместе с пророком, «Вот я и дети, которых дал мне Господь». Книга пророка Исаия, глава 8, стих 18. Следуя евангельской заповеди, святой Григорий раздал все имение свое нищим, и, презрев всем сердцем своим красоту, сладость и славу мира этого, пошел во след Христа, уводя с собой на тот же путь мать свою, братьев и сестер. Мать и сестер он оставил в одном женском монастыре, братьев же привел с собой на святую гору Афонскую и вместе с ними поселился в пустынной обители Ватопецкой, подчинив себя в полное послушание святому, облагодатствованному старцу Никодиму, от которого и принял впоследствии иноческий постриг. Во второй год своего пребывания у Никодима Григорий удостоен был божественного посещения. Однажды, во время богомысленного подвига, перед ним явился святоносный и боголепный муж, в котором он узнал святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ласково взирая на Григория, апостол спросил его, «Почему, взывая к Богу, ты всякий раз только повторяешь, «Просвети тьму мою, просвети тьму мою». Григорий отвечал, «Чего же другого должен я просить, кроме этого? Да просвещусь и узнаю, как творить его святую волю». Тогда святой евангелист сказал, «По воле владычицы всех, Богородицы, с этой поры я буду с тобою неотступна». По смерти учителя своего святого старца Никодима святой Григорий удалился в Великую Лавру святого Афанасия, где служил братье за общей трапезой, а также исполнял должность церковного певца. Прожив там несколько лет в страхе Божьем, в послушании ко всем, Григорий укротил навсегда плотские страсти, являя собой утешительный пример евангельского бесстрастия и божественной чистоты. За свое смирение, кротость и подвиги стяжал он себе всеобщую любовь и уважение братьей. Но избегая славы и стремясь к еще более суровой жизни, он удалился из Лавры в глубокую пустыню, в скит Глоссия, и там вручил себя руководству благоговейного старца Григория, проводя суровую созерцательную жизнь, горя безмерной любовью к Богу, которому посвятил и душу, и тело. Непрестанной молитвой победив все наветы бесовские, он сподобился благодатных даров. Погружаясь в глубину молитвенного духа и озаряясь им, доходил до такой степени умиления и плача сердечного, что слезы струями текли из очей его, как постоянный и неиссякаемый источник. Но безмолвие Григория и его сподвижников вскоре было нарушено по причине нападений, какие делали огоряне на монахов, безмолвствовавших вне монастырей. Ввиду этого Григорий вместе с другими иноками принужден был покинуть свою пустыню и удалиться в Фессалонике. Отсюда святой задумал отправиться в Иерусалим для поклонения святым местам и, если то угодно будет Богу, окончить там где-нибудь дни свои в пустынном безмолвии. Желая узнать, благоугодно ли Богу намерение их, он молился о том Богу. И вот во сне явился ему святой великомученик Димитрий, мощи которого почивали в Салуне. Великомученик убедил его не оставлять в Фессалонике. Тогда святой Григорий после усиленного поста и молитвы принял в Салуне сан священства и в сопровождении многочисленной братьи удалился в близлежащий скит, где и стали они подвязаться снова. Образ жизни его был таков. Пять дней в неделю он и сам вовсе не выходил никуда и к себе не принимал никого. Лишь в субботу и в воскресенье, по совершении священодействия и по принятии божественных тайн, он входил в духовное общение с братьями, назидая и утешая их своею трогательно-поучительную беседою. В сии часы, следовавшие за затвором преподобного и особенно после литургии, на лице его был виден дивный божественный свет. Во время священодействия он всех приводил в слезы и умиления. Многие великие святые мужи удивлялись его добродетельной жизни, за которую он удостоился от Бога, дара чудотворений и пророчествования, и называли его богоносцем и пророком. В это время отошла к Господу добродетельная мать святого Григория. Дочери и сподвижницы ее, сестры Григория, просили его прийти к ним для утешения их сиротства и для духовного наставления. Повинуясь призыву родственной любви, Григорий прибыл в Константинополь к сестрам своим и потом снова поспешил вернуться в свою излюбленную пустыню. Но вскоре после того, по истечении пяти лет безмолвной жизни в верском скиту, принужден был по причине частых набегов албанцев снова удалиться на Святую Гору, в лавру преподобного Афанасия, где и принят был подвязавшимися там отцами с великою любовью. И здесь также, уединяясь вне монастыря, в безмолвной келье святого Саввы, кроме субботы и воскресенья, он никуда не выходил, ни с кем не виделся и никто его не видал, разве по нуждам священодействия. Все прочие дни его и ночи протекали в молитвенном подвиге и богомыслии. Однажды в келейной молитве пред Пречистою Богородицею преподобный молил ее, дабы в устранении от него и собратьей его всяких препятствий к совершенному безмолвию, благоволила она принять на себя попечение и промышление о всех житейских их потребностях. Примилосердная владычица в ответ на его усердную молитву удостоила его своего явления в сопровождении множества светоносных мужей. Представь ему, она сказала, обращаясь к сопровождавшим ее светоносным мужам, «Отныне и навсегда будьте попечителями о нуждах Григория и его братья». С этого времени, как передавал о том впоследствии сам святой Григорий, он действительно, где бы ни находился, всегда ощущал особенное о себе божественное промышление. В другое время в состоянии молитвенного богомыслия Григорий впал в легкую дремоту, и вот ему представилось, что в руках его сосуд чистого молока, переполненный настолько, что оно переливалось через край. Затем молоко это приняло вид виноградного вина, которое, переливаясь через край сосуда, омочило его руки и одежду, распространяя кругом дивное благоухание. Ощущая его, Григорий исполнился святой радости. И явился ему святозарный юноша и сказал, «Почему не передаешь ты этого чудного питья, оставляемого тобой, без достодолжного внимания? Ведь это не иссякающий никогда дар Божий». «Но кому же передать это питье, когда нет нуждающихся в нем?» спросил святой Григорий. «Хотя в настоящее время действительно нет жаждущих этого питья, возразил юноша, но ты, все-таки исполняя долг свой, должен не пренебрегать даром Божьим, в надлежащем пользовании которым владыка потребует от тебя отчета». При этих словах дивное видение окончилось. Святой Григорий истолковал его в том смысле, что молоко означало дар слова обыкновенный, понятный для сердец простых, ищущих духовного наставления, а превращение молока в вино означало, что со временем от него вышняя воля потребует более глубокого наставления в высших истинах веры Христовой. Вскоре после этого Григорий был избран игуменом Есфигменского монастыря, но по прошествии непродолжительного времени желание пустынного безмолвия увлекло его снова в лавру святого Афанасия. Здесь он достиг такого духовного совершенства, что многие святые мужи дивились его добродетельной жизни и называли его богоносцем при виде изумительных его чудотворений, дара которых сподобился он от Бога. Он изгонял бесов, неплодным деревьям молитвой своей возвращал плодородие, предсказывал будущее как настоящее, но не избежал и преподобный различных и частых искушений по Слову Божьему. Все, желающие жить благочестиво во Христе и Иисусе, будут гонимы. Второе послание к Тимофею, глава 3 стих 12. Все терпел он с радостью, дабы испытанная вера ваша оказалось драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. К похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, как говорит святой апостол Петр. Первое послание Петра, глава 1 стих 7. Много скорбей перенес святой Григорий Палама в борьбе с ересями, которые начали в то время волновать Церковь Божью. Особенно великую услугу оказал он Церкви обличением лжеучителей, отвергавших православное учение о духовном благодатном свете, освящающим внутреннего человека и иногда открывающимся видимо, как на фаворе и на лице Моисея после собеседования его с Богом на Синае. В это время на святую гору Афонскую прибыл из Калабрии один ученый инок по имени Варлаам, который вместе со своими последователями возмутил хульными учениями мир в Церкви Христовой и спокойствие афонских иноков. В продолжение целых 23 лет доблестный пастырь мужественно боролся с Варлаамом, и все многочисленные скорби, которые перенес за это время святой Григорий Палама, трудно даже подробно изобразить. Варлаам учил о фаворском свете, что он был нечто невещественное, сотворенное, являвшееся в пространстве и окрашивавшее воздух, так как он был видим телесными очами людей, еще не освященных благодатью. Таковыми же, то есть сотворенными, он признавал все действия божества и даже дары Святого Духа, Дух Премудрости и Разума, и так далее. Не страшась не звести Бога в разряд тварей, не испровергая свет и блаженство праведных в Царстве Отца Небесного, силу и действие трипостасного божества. Таким образом, Варлам и его последователи нечестиво рассекали одно и то же божество насозданное и несозданное, а тех, которые этот божественный свет и всякую силу, всякое действие с благоговением признавали не созданным, а пресносущным, называли двоебожниками и многобожниками. Считая, напротив, веру афонских пустынников в созерцание света Божьего телесными очами и приготовление к тому чувственным образом, заблуждением, Варлам явно восстал и против них, и против молитвы, и против их таинственного созерцания. Но прежде, нежели клеветы Варлам анафонских иноков сделались гласными, этот еретик за предусыдительное и укоризненное свое поведение с бесчестием был выслан патриархом. С гневом и скорбью Варлам удалился в Фессалоники, распространяя и там свои клеветы на афонских иноков. Не имея собственных сил противостоять красноречивому и искусному в науках Варламу, салунские иноки принуждены были вызвать с Афона божественного Григория. По прибытии в Фессалоники святой Григорий сначала действовал в духе кротости, но увидев, что меры эти не действуют на упорного лжеучителя, приносящего столь сильные потрясения церкви и ее законоположением, начал истреблять возражения и клеветы Варлама не только из устно, но и сильными писаниями, исполненных высоких истин и доводов божественных. Сам Варлам, узнав их и почувствовав их силу, принужден был оставить афонских иноков в покое, но зато со всей силою восстал против святителя Божьего. Когда же и это не помогло, пристыженный Варлам удалился в Константинополь, из устно и письменно жалуясь константинопольскому патриарху Иоанну XIV на святого Григория и афонских иноков. Между тем, святой Григорий в это время, оставаясь в Фессалониках в продолжении трех лет, усердно занимался изложением начал православия, с силой отстаивая чистоту его. И здесь, как и прежде, сердечный плач, совершенное уединение и безмолвие были любимыми занятиями его досуга. Не имея удобств пустынной тишины и в то же время избегая по возможности связей и отношений к миру, он жил в отдаленной части дома, где, устроив для себя малую келью, безмолвствовал сколько мог. И вот однажды, в праздник Антония Великого, первоначальника иноческого жития, когда другие иноки, ученики божественного Исидора, совершали всеночные бдения, а Григорий оставался в своем затворе, вдруг в видении явился ему святой Антоний и сказал, «Хорошо и совершенное безмолвие, но и общение с братством иногда необходимо, особенно в дни молитв и псалмопений, поэтому и тебе должно теперь быть с братьями на бдении». Повинуясь этому, божественный Григорий немедленно отправился к братьи, принявший его с радостью, и всеночное бдение протекло для них с особенным торжеством. Окончив свои письменные богословские занятия в защиту афонских иноков и опровержения еретических мудрований, святой Григорий возвратился на Святую Гору и показал инокам написанное им о благочестии. Вскоре после этого святому Григорию пришлось ратовать против еретических мудрований ввиду всего света и за свой подвиг получить бессмертную славу в Церкви земной и венец правды в Церкви небесной. В это время Варлам успел склонить на свою сторону патриарха Константинопольского Иоанна XIV и довел дело до того, что патриарх грамотой вызвал на суд Церкви Григория с другими его сподвижниками. Не терпя арианствующего лжеучения, грозившего поколебать самые основы христианского вероучения и нравственности, святой Григорий исполненный Духа Святого выступил на ревностную защиту православия и старцев афонских. Для разрешения возникшей распри и утверждения православия в Константинополе был созван благочестивым царем Андроником Палеологом собор, на который прибыл и Варлаам со своими учениками и последователями. На соборе этом, происходившем в Константинопольском Софийском храме под председательством патриарха, еретическое заблуждение Варлама, последователей его Акиндина и иных им подобных лжеучителей было изобличено. Тогда великий Григорий, отверзший свои богомудрые уста своими проникнутыми огнем вдохновения словами и божественным писанием, развеял ересь, как прах с лица земли, попалил как терния и окончательно посрамил еретиков. Посрамленный богодухновенными обличениями святителя Божья, Варлаам, не терпя позора, удалился снова в Италию, где перешел в католичество. Но в Византии явились у него явные и тайные друзья и последователи, которых он возбуждал своими письмами, проповедуя в то же время противные православию учения Западной Церкви. Плевелы же его лжеучения после него рассевал и возвращал инок Икиндин. Против него в Константинополе был собран новый собор, на котором святой Григорий еще более обнаружил заблуждение Варлаама и Икиндина о божественном свете. Патриарх, однако, поддерживал Икиндина и признал святого Григория виновником всех нестроений и смут церковных того времени. Мало того, Акиндин был возведен в степень диакона, а Григория заключили в мрачную темницу, где он томился в продолжении четырех лет. Но такая несправедливость патриарха не осталась без наказания. Благочестивая царица Анна, узнав о действиях патриарха и о его привязанности к Акиндину на двух соборах уже признанному еретиком и врагом церкви, нашла его недостойным церковного общения и священного сана. А сам патриарх, впавший в еретические мудрования, был лишен кафедры и церковного общения. Церковный мир был таким образом восстановлен, и святой Григорий освобожден от беззаконного темничного заключения. За святую ревность к утверждению православия и истребления еретических лжеучений и церковных смут, он, по убеждению патриарха Исидора и императора Иоанна Контакузена, должен был согласиться на рукоположение в сан архиепископа Фессалоникийской церкви. Но по случаю возникших тогда в Салуне смут, новый архиепископ не был принят своей паствой, вследствие чего удалился на излюбленную им святую гору Афонскую. Между тем наступил праздник Рождества Пресвятой Богородицы. В это время один благоговейный солунский иерей, приготовляясь служить божественную литургию, смиренно молил Господа, чтобы он благоволил открыть, действительно ли Григорий, как думает народ, заблуждается в своих верованиях относительно иноческой жизни и духовного созерцания, и имеет ли он у Господа дерзновение. Это откровение Иерей просил явить на расслабленной своей дочери, три года лежавшей без всякого движения. «Если Господи, говорил он, Григорий истинно раб твой, молитвами его исцели несчастную дочь мою». И Господь услышал моления Иерея. Дочь его вдруг сама собой поднялась с постели и с той поры получила совершенное выздоровление, как будто она совсем и не болела. Чудо это прославило святого Григория, но церковные смуты все еще продолжались в Фессалониках. Тогда болгарский царь Стефан, зная добродетели и заслуги его для Церкви Божьей, обратился к нему с убедительной мольбой занять кафедру митрополита болгарского, но не мог склонить и убедить к тому божественного Григория. На Афоне святитель, однако, не нашел спокойствия. Вскоре нужды церкви снова вызвали его в Константинополь. Отсюда он удалился на остров Лемнос. Здесь он сотворил много знамений и чудес и немолчно проповедовал Слово Божье, оставаясь до тех пор, пока солуняне, почувствовав необходимость в его присутствии для осиротелой паствы, не призвали его сами к себе, отправив к нему на Лемнос представителей Клира и высших солунских сановников. С невыразимой радостью встретил народ своего архипастыря. Церковь солунская, как бы вдохновенная свыше, представляла в высшей степени торжествующий вид. Вместо обычных хвалебных песнопений клир и народ пели пасхальные гимны и канон, не давая ни себе, ни другим отчета в своих чувствах и необычайном торжестве. Спустя три дня после этого святитель Божий совершил при бесчисленном стечении народа торжественный крестный ход и литургию. При этом Бог прославил угодника своего новым чудом. У вышеупомянутого благоговейного Иерея сын страдал подучей болезнью. Когда наступило время причащения, Иерей, упав к ногам архипастыря, смиренно умолял его причастить самому своими святительскими руками его больного ребенка. Тронутый смирением Иерея и страданиями его сына, Григорий исполнил его просьбу и ребенок исцелел. Однажды в праздник Рождества Пресвятой Богородицы святой Григорий совершал литургию в женском монастыре. Во время богослужения одна слепая на один глаз монахиня именем Леодора, узнав, что святитель совершает литургию, незаметно подошла к нему и тайно приложила святительскую одежду к своему слепому глазу и глаз тотчас же прозрел. Много и других чудес сотворил божественный Григорий. Церковь Солунская под его мудрым правлением наслаждалась миром и тишиной. Но Григория ждали новые подвиги и тяжкие скорби. В это время единомышленники Варлаама и Акиндина не переставали смущать в Константинополе православную церковь своими еретическими мудрованиями. Тогда Григорий снова с дерзновением выступил на борьбу со злыми еретиками в защиту православия. Продолжал он с ними бороться и письменно своими богомудрыми творениями и лично. Вследствие сильного волнения, возбужденного еретиками в Церкви Христовой, царь и патриарх признали необходимым созвать для умиротворения Церкви в Константинополе новый собор, на который прежде всего вызвали святого Григория. Враги истины, как и прежде, были посрамлены и унижены, и личные беседы святителя и его догматические произведения, читанные на соборе, замкнули уста еретические. Напутствуемый уважением царя и благоговением патриарха и церкви, святой Григорий с честью отправился к своей пастве, но находившийся в то время в Салуне Иоанн Палеолог не допустил его до этого, и Григорий принужден был отправиться на Святую Гору. Впрочем, через три месяца он тем же Палеологом с честью был вызван в Салунь. Здесь в скором времени святой Григорий впал в тяжкую и продолжительную болезнь, так что все опасались даже за саму его жизнь, но Бог продлил ее для новых подвигов. Не успел еще святой совсем оправиться от своего недуга, как получил от Иоанна Палеолога письмо, которым царь просил его приехать в Константинополь, чтобы прекратить ссоры и несогласия в царственной семье между ним и его тестем Иоанном Контакузиным. Григорий отправился, но на пути в Константинополь был схвачен огорянами и отвезен в Азию как раб и пленник. Целый год находился святой в плену. Его продавали из одних рук в другие, из города в город. Такова была на это воля Божья, дабы он, как апостол, переходя из города в город, проповедал Евангелие Христово, утверждая православных в вере, поучая твердо держаться ее, укрепляя сомневающихся и раскрывая трудные для понимания тайны премудрости Божьей о спасении. И он был действительно истинным апостолом Христовым. Со святым дерзновением входил святой Григорий в состязание о вере с огорянами и отторгшимися от церкви Христовой еретиками, неправо учившими о земном служении Христа Бога нашего, о честном и животворящем кресте Господнем, о святых иконах и о поклонении им. Неверных он просвещал светом Евангелия, опорабощенных, плененных и христиан утешал и укреплял, убеждая их к безропотному перенесению страдальческого креста своего в чайни наград и венцов небесных. Противники святого Григория дивились его премудрости и благодати, исходящей из уст его. Некоторые же из них в бессильной злобе подвергали его жестоким побоем, и ему пришлось бы даже пострадать до мученического венца, если бы не те же сами агаряне не оберегали его, ожидая получить за него большой выкуп. И действительно, по истечении года болгари выкупили его из рук агарянских и возвратили его Солунской церкви. Прибытие святого из плена сначала в Константинополь было ознаменовано чрезвычайным торжеством невидимых ликов, носившихся над божественным Григорием и сладостными песнопениями в похвалу его, приведшие в движение пристань, где он должен был выступить на берег. И был святой Григорий избранным сосудом Божьим. Отличаясь кротостью, незлобием и смирением, он в то же время продолжал дерзновенно выступать против врагов Бога и веры православной, силой обличая и побеждая еретиков мечом Слова Божья. Побеждая зло добром, он никогда не слушал тех, кто извещал его о клеветах на него, врагов его, был великодушен и терпелив во всех скорбях и злоключениях. Гонение и всякое поругание вменял вменял себе всегда за честь и славу и было ему как истинному ученику Христову иго Христова благо и бремя его легко. Святому Григорию дивились не только верующие, но и неверные. Глаза его всегда болели от непрестанно текущих молитвенных слез. Умертвив все страсти и поработив плоть духу, святой Григорий подвигом добрым подвязался и, умиротворив церковь Божию и веру православную от волнений и смут еретических, окончил течение своей подвижнической и страдальческой богоугодной жизни. В течение последних трех лет святой Григорий силой благодати Божией сотворил немало чудес над болящими. Так, друга своего иеромонаха Порфирия он однажды восставил молитвой от болезненного адра. Незадолго до своей блаженной кончины он исцелил знаменем честного креста и молитвой пятилетнее дитя Золотошвей, страдавшее чрезвычайным кровотечением и уже обреченное на смерть и возвратил ему совершенное здравие. Вскоре потом святой Григорий заболел и слег в постель. Почувствовав близкую кончину, он предсказал окружавшим и день отшествия своего в жизнь вечную. Друзья мои, говорил он им после праздника святого Иоанна Златоуста, ныне я отойду от вас к Господу. Это знаю я потому, что являлся мне в видении божественный Златоуст и как своего друга с любовью призвал к себе. Действительно, в тот же самый день 14 ноября святой Григорий отошел ко Господу в его вечные райские обители. Когда он умирал, окружавшие его видели, что уста его еще что-то шепчут, но как ни старались вслушаться в его слова, могли только разобрать «в горнее, в горнее». С этими словами святая душа его тихо и мирно отделилась от тела в горнее. Когда блаженная душа его разлучалась с телом, лицо его просветлело, и вся та комната, где он почил, озарилась светом, чему свидетелем был весь город, стекавшийся к святительским мощам для последнего целования. Так благоволил Бог этим чудом прославить своего верного угодника, который и при жизни своей был светлым жилищем благодати и сыном божественного света. Оставив тело свое преславно просветлевшееся ангельской чистотой после смерти своей стаду своему, как богатое наследство и сокровище, святой Григорий нескудно подает и до ныне исцеление всем недужным и немощным, отовсюду приходящим с верою к святым мощам его, во славу Христа Бога нашего, ему же, с обезначальным его отцом и пресвятым, благим и животворящим духом, подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok